На 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и сегодня напротив меня Азиз Агаев, руководитель информационно-консультационной компании «Бизнес Информ». Аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Ох, простите, аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Добрый день, Азиз Алинович. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашем эфире. Давайте начнем этот эфир с продолжающейся истории с уходом авиакомпании «Победа». Вот накануне в интернете появилась петиция за то, чтобы «Победу» оставить в Кировской области. Начался сбор подписей на электронной площадке. Сегодня утром, я проверяла, было порядка 380 с чем-то подписей. Как вы думаете, есть ли некая критическая масса подписей, сколько нужно набрать, чтобы обратило внимание на эту проблему наше региональное правительство? Ну, я думаю, что если критическая масса, это, наверное, десятки тысяч. Потому что все остальные массы, наверное, пока не имеют для них смысла. В том смысле, что они сегодня считают себя направленными сюда центром администрации президента для борьбы с коррупционностью, с кумовством, с договоренностями, с сращиванием бизнеса и власти. И поэтому, значит, все, что говорят в Кире, нужно оценивать прежде всего с точки зрения, а не специально ли это говорят, а не говорят ли это люди, которые ранее были связаны с Белыховской командой. А раз это так, то стоит ли их слушать? Ну, вообще-то последний вопрос, наверное, сразу не задается. Сразу, как бы, говорят, ну, раз это из той команды, типа, мы его и слушать не будем. Чего его слушать-то, да? То есть вы действительно считаете, что члены новой команды оценивают все высказывания, просьбы, призывы и так далее через призму? Ну, я почему-то в этом убежден, да, я в этом убежден, и думаю, что вот такой ошибочный карт-бланш дан им из, ну, как минимум, из Нижнего Новгорода, то есть из офиса Бабича. А вы имеете в виду ошибочный карт-бланш, делаете все, что считаете нужным? Если вы боретесь, там, с Белыховским наследством. И надо сказать, что полеты Победы, о которых вы вот сейчас говорите, это тоже Белыховское наследство. И поэтому, есть ли смысл его поддерживать, вот, идя такой логикой. Ну, вот это очень странная логика, вам не кажется? Да нет. Ну, тогда все остальные авиакомпании, это тоже Белыховское наследство. Ну, он же остальным, как бы, с остальными не особо, как бы, вот, встречался и договаривался, а с Победой встречался и договаривался, и скидку 80% предоставил почему-то. А вдруг часть этой скидки там где-то куда-то как-то возвращалась? Мы же не знаем этого. Ушла в фонды. Ушла в какие-нибудь фонды, понимаете? То есть, вот в такой логике, с одной стороны, можно продолжать сколько угодно мыслить, с другой стороны, это очень опасная логика, потому что она, как правило, уводит от сути, да? То есть, когда ты начинаешь бороться с некими последствиями, при этом в итоге упускаешь из виду основную суть. Основная суть заключается в том, что от хода победы никто не выиграл. Пострадали в первую очередь жители. Ну, я вот хочу сказать, что никто не выиграл, хотя сейчас ведь есть попытки со стороны правительства изобразить это как экономия никаких бюджетных средств. Значит, я этот разговор про... Вообще, это дело, о котором мы говорим, это дело аэропорта Победилова, как предприятие. Но со стратегической точки зрения, это дело правительства. То есть, в этом смысле стратегически проиграло правительство. А Победилова проиграло, собственно говоря, с экономической точки зрения и серьезно. И, как вы помните, в свое время, значит, этот вопрос, как нам ранее, неоднократно обсуждался, когда Белоховская команда выделяла достаточно большие денежные средства аэропорту Победилова. И тогда такой же вопрос, вот в таком же эфире, был мне задан, когда я сказал, что нужен серьезный, продуманный бизнес-план, из которого будет ясно, вообще может аэропорт Победилова, как экономический субъект, приносить прибыль. Если может, то при каких условиях. То есть, какая это должна быть выручка, от каких видов деятельности должна быть выручка, чтобы предприятие стало прибыльным. И если мы придем к выводу в результате вставления этого бизнес-плана, что аэропорт Победилова не может быть прибыльным, то нам надо, и такой вариант можно было бы принять, и уже исходя из этого, а, значит, вот такого рода крики, что мы выделили там 90 миллионов, а в прошлом году там выделили еще, вот эта черная дыра, вот эти выкрики, они для бедных, для людей, которые не понимают, ну, скажем, экономической сути, в том числе тактической и стратегической сути того значения Победилова. Поэтому, вот рассуждать о том, что мы сейчас сэкономили 90 миллионов бюджетных там каких-то средств или сэкономим, вот не дадим скидку, но это мы можем только рассуждать после того, как посмотрим, как изменятся экономические показатели от потери пассажиропотока и выручки в результате вот ухода Победы. А вот насчет пассажиропотока, как раз когда обсуждался бизнес-план развития аэропорта Победилова, и эти вопросы миллион раз задавались Андрею Жданову, вот на моей памяти он говорил, что нам нужно сейчас поднять пассажиров на крыло, и нам нужно достигнуть определенного уровня пассажиропотока. Ну, абсолютно правильно говорить. Тогда как раз назывался пассажиропоток порядка 200 тысяч в год, если я все помню правильно. Вот мы его сейчас достигли. Ну, можно сказать, почти достигли. 198. Да, почти достигли. Но, смотрите, для бизнес-плана даже 10 тысяч идет, иногда бывает существенным для перехода в прибыльную зону. Это понятно, но вот мы уже подошли к рекламке. Ну, вот почти, да, подошли, достигли впритык, да. И очень странно в данной ситуации разрывать отношения с Победой. Пусть даже они, может быть, для бюджета там будут невыгодны. Ну, вот этот вопрос надо задать новому генеральному директору, да, потому что он ведь тоже, я вот как-то сказал, что вот приходят новые люди, да, но не новая власть. Власть остается та же самая, просто новые люди во власти появляются. И преемственность в этой власти, она должна существовать. Для населения это ведь все равно, кто там генеральный директор. Конечно. В Жданов был и, ну, показал себя достаточно грамотным с этой точки зрения управленцем. Но теперь вот, как-то его, Легконравов? Легконравов. Легконравов, да. Значит, должна быть преемственность. Этот вопрос мы должны, например, задать Легконравову и сказать, ну, вот ты, почему вот так поступил? Он же так поступил фактически, да, его руками, как бы, эта ситуация произошла, там, подъем тарифов, неподписание, там, каких-то соглашений, там, и так далее. Почему? Потому что ты нашел ошибки в бизнес-плане Жданова. Или ты считаешь, что экономические показатели можно достигнуть в меньшем количестве, там, пассажиропотока. А вы не думаете, что это, вот знаете, как в анекдоте, это не заговор, а просто облажались? Ну, я считаю, что настоящий мужчина всегда должен признаться, если он облажался, он должен сказать, блин, облажался, сейчас буду исправлять. А иначе других вариантов, если он это не сделает, он будет ложаться и дальше. Нет, ну, мне вот почему-то кажется, что если бы эту ситуацию с победой отработали заранее, то не случилось бы вот такого общественного скандала, это было бы как-то известно заранее. Вы знаете, у меня такое впечатление, что есть масса вопросов, которые заранее люди не прорабатывают. Они думают, что, значит, кто-то от страха, от того, что вот, или там из очень большого уважения, там, не станет так поступать, там, а вот придет и обязательно спросит, можно ли так поступить. Но вот победа не пришла и не спросила, можно ли так поступить. Она просто сказала, ну, пошли вы, как бы, чисто по-русски, лесом. Вот. И я не уверен, что там победа тоже там до конца права, да? Ну, там есть вопросы, которые, ну, говорили, вот, изменение рейсов, неудобно там и так далее и так далее. Нет, понятно, есть интересы бизнеса, есть интересы региона. Абсолютно верно. Эти вопросы могут решить директор и губернатор, встретившись. Потому что никто другой этих вопросов решить не может. Ну, сейчас уже похоже, что губернатор. Потому что директоры уже вот этого директора, вот этого. Нет, я имею в виду директора авиакомпании побед. А, ну, да. Первые лица. Да, да. Сейчас, да. Азиз Алиевич, нам нужно прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, это особое мнение Азиза Агаева. Буквально через минуту мы вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм. Особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Абитанс-информ». Да, здравствуйте еще раз. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим об уходе авиакомпании «Победа». Азиз Алиевич, вот понимаете ли вы, почему Васильев сам не встал и не полетел в Москву? Встречаться с руководителями авиакомпании «Победа», чтобы решить уже вопрос раз и навсегда. Ну, или там не навсегда, а на год. Ну, сложно тут как бы войти в голову Васильева. Ну, как мужчина, как человек, который там логически рассуждает, да, и могу сказать, что обычно не занимаешься чем-то, когда считают, что есть более важные вопросы. Ну, вот, наверное, считают, что есть более важные вопросы. Вот. И потом я знаю, что есть люди, которые не встречаются с другими людьми, потому что считают себя более важной птицей. Вот. Наверное, он считает себя орлом. Вот. А гендиректор «Победы» может быть не очень достоин для встречи там с Васильевым. Но есть и такие. Я не уверен, что именно из этих мотивов он следует. Но еще бывают ситуации, когда ты, ну, неожиданно упускаешь. То есть, ну, бывают, когда занят действительно более срочными и серьезными вопросами. Я бы, например, там финансовые разрывы в бюджете, так сказать, отнес бы к таким вопросам, которые могут занять все мысли, значит, руководителя. Вот. И упускаешь, ну, некоторые тоже важные моменты, но, скажем, не такие, типа неотложные. Но потом-то ведь становится явным, что эти вопросы тоже важные, неотложные. Ну, не знаю, чем, как бы, мотивирует свою, вот в этом смысле, бездеятельность, как бы, губернатор. А может, он не бездействует, может, он уже встречается, мы просто не знаем. Потому что он должен наверняка этот вопрос решать для людей, и это важно. И еще раз говорю, если по бизнес-плану надо было достичь пассажиропотока 200 тысяч, и после этого, там, давать прибыль, я не видел, к сожалению, этот бизнес-план, не читал его, но, тем не менее. То надо было двигаться в этом направлении. И смена Жданова только потому, что он, там, был поставлен, там, командой БЛХ, при его, ну, я не знаю, мне кажется, достаточно эффективной, там, деятельности. Это, наверное, тоже было, так сказать, ошибкой. А как Вы относитесь к такой аргументации? Пассажиропоток 200 тысяч в год, и население области 1,2 млн, что летает очень маленькая часть населения, из этих 200 тысяч, может, кто-то летает, там, постоянно раз в неделю, то есть, еще меньше. Ну, я клоню к тому, что аэропорт нужен небольшой доле населения. Я в таких случаях довожу до абсурда, как бы, ситуацию. Значит, у нас в больнице обращаются порядка 50% населения. Значит, больницы тоже надо ликвидировать, потому что не все же обращаются. Ну, не все обращаются в больницу. Не все, ну, что, давайте, так сказать, тоже ликвидируем. Или вот масса сельского населения сегодня не пользуется автобусами. Ну, не пользуются. Ну, давайте автобусные, или даже железнодорожные, там, сообщения. Вот не пользуются они, давайте железнодорожным сообщением. Ведь не все пользуются железными дорогами. Почему они по нашей территории проходят? Давайте лучше плату брать будем с железных дорог за то, что они по нашей территории, там, проложили железные дороги. И будем эффективными. То есть, это достаточно глупая аргументация. Ну, может быть, это резко, но это, ну, дурацкая, так сказать, аргументация, что вот, потому что сегодня вы не пользуетесь, если я не пользуюсь, а завтра мне приспичило, и я пошел, а нету. И как, ну, давайте закроем границы Кировской области, и чего тут. И не будем отсюда выезжать вообще. Вот, кстати, сейчас многие СМИ пишут, что до сих пор аэропорт Победилова находится в тяжелом финансовом положении. Кредиторская задолженность у них составляет 108 миллионов рублей. И вот при всей этой ситуации Игорь Владимирович поручил министру финансов Кировской области рассмотреть выделение средств из областного бюджета в качестве субсидии аэропорту в этом году. Вот, видите ли вы логику в действиях допустить уход Победы, но одновременно другой рукой дать денег аэропорту? Ну, не вижу. То есть, никакой последовательности там и логичности действий я в этом не вижу. Но я еще раз говорю, скорее всего вопрос был, ну, вот второй вариант, все-таки, или третий вариант, был упущен в результате там более, рассмотрения более важных вопросов, и, наверное, сейчас человек как бы этим занимается. Тут ведь вопрос, знаете, вот если общий вопрос задать, он заключается, или общий ответ пытаться там дать, он заключается в том, что сегодня, на самом деле, у нового правительства интеллектуальной опоры нет на территории области, интеллектуально-общественной опоры нет. А вы сейчас про что? Про общественные советы? Я про то, что нет реально действующей общественно-интеллектуальной структуры, которая бы позволяла, значит, губернатору учитывать все происходящие процессы, а не только то, что варится в голове у некоторых членов правительства. А, хорошо, там, а общественная палата, а торгово-промышленная палата, а разнообразные общественные советы, нет, это не то? Пока не работает, оно не работает, все, вот почему. Я даже, это, вы можете даже вот с психологами поговорить, у вас тут бывают передачи с психологами, да. Бывают передачи. И, значит, они вам скажут, что условиями обратной связи, то есть условиями эффективности обратной связи, да, одним из условий является готовность человека получать эту обратную связь. И его индивидуально-личностные характеристики являются одним из серьезных условий. То есть когда ты считаешь, что есть люди вокруг, которые могут в каких-то вопросах быть компетентнее тебя. И когда ты про себя можешь думать, что ты не бог, и не можешь одновременно видеть все поле, в котором, ну, ты вот сегодня играешь в шахматы. И разбираться во всем одинаково хорошо. Да, и поэтому даже величайшие гроссмейстеры, они всегда имеют секундантов, да, тоже гроссмейстеров величайших, которые, вот в шахматах они, которые, там, подсказывают, там, разбирают ситуацию и так далее, да. Вот поэтому это условия получения этой обратной связи. Конечно, если ты считаешь себя, значит, царем и богом, то тебе не нужны палаты. Ни торгово-промышленная палата для того, чтобы разбираться в вопросах бизнеса, то есть я уже сам давно разобрался, типа, все знаю, да. Ни общественная палата для того, чтобы, значит, учесть там общественные интересы. А все эти структуры, значит, нужны для каких-то там, ну, это уже про Никите Юрьевича наблюдалось, там, для одобрямс ситуации, как бы, вот. Вот мы чего-то вынесли, одобрямс. А если мы вдруг возразили в палате, например, да, то нам ни ответа, ни привета. То есть мы можем дать предложение и ничего не получим в ответ, да. А вот основная цель, чтобы была такая площадка, где бы мы давали какие-то идеи, и с этой площадки, чтобы правительство на этой площадке нам отвечало. Пусть даже не соглашалось, но не соглашалось бы аргументированно. Чтобы мы имели возможность подискутировать. А сегодня где вы имеете возможность подискутировать с членами правительства? В какой палате? Так и хочется ответить в палате номер 6, но я не буду. Это, конечно же, шутка. Алис Алиич, к вам есть вопрос от нашего слушателя Ярослава. Я сейчас процитирую. Статистика указывает на реальное снижение уровня жизни населения. Но люди, сегодня находящиеся в ЗАГС собрании, ничем не отвечают за ухудшение ситуации. Как вы относитесь к идее снижения сроков полномочий при ухудшении ситуации до 4 лет, а если уровень жизни населения вырос, то увеличение сроков ЗАГС собрания до 6 лет? Общий вопрос заключается в том, что слушатель считает, Ярослав, спасибо за вопрос, он считает, что сегодня органы власти, в том числе законодательные, у нас на территории области, не отвечают за ухудшение ситуации на территории Кировской области. Значит, вопрос как бы сложно уложить в двух минутах, но я исхожу из того, что на сегодняшний день при такой структуре, которая имеется у нас в государстве, существование ЗАГС вообще не оправдано. То есть вообще такой структуры не нужно, как ЗАГС, потому что оно ничего не решает. А, значит, большинство членов Законодательного собрания, большинство из них я знаю, по отдельности, еще раз говорю, они все нормальные, хорошие люди. Они заботятся о своих производствах, кто-то о сельском хозяйстве, кто-то достигает серьезных результатов, там и у них там в селе люди так или иначе получают по 20 тысяч, по 25 и по 30 тысяч, там хозяйство имеют свои, и живут так или иначе. Я знаю хозяйственных, у которых там на территории и медобслуживание хорошее, и спортивные там есть кружки. То есть, но когда они собираются вместе и начинают принимать документы в интересах области, то что-то с ними случается. Вот я не знаю, что с ними происходит, потому что они перестают руководствоваться, с моей точки зрения, интересами области, а начинают руководствоваться какими-то эфемерными политическими интересами. Поэтому вот вопрос-то, собственно говоря, не к ЗАГСобранию, а к политической системе как таковой и к партии «Единая Россия», которая сегодня, собственно говоря, полностью держит в руках власть на территории области. И в ЗАГСобрании, и, значит, вы знаете, что губернатор у нас тоже член «Единой России». Поэтому, и уже полгода член «Единой России». Поэтому от того, что мы снизим на 4 года, мы изберем следующее ЗАГСобрание, и там снова будет «Единая Россия». И никаких гарантий, что не придут те же самые. То есть тут тогда надо говорить, вот те, у кого полномочия снижены, они не имеют права в течение двух сроков подряд избираться. Но я вот давно высказывал и продолжаю придерживаться этого мнения, что сегодня депутаты по-мужски должны принять закон, позволяющий отзывать депутата ЗАГСобрания, отзывать губернатора, отзывать муниципальных депутатов. То есть они такой закон должны принять. И вот это условие, которое Ярослав как бы ставит, ухудшение социально-экономических показателей, должно быть одним из основных условий для отзыва депутата. У нас сегодня вроде как по Конституции народ непосредственно носитель власти, но народ не может отозвать своего представителя из законодательного собрания. То есть вот если мне не нравится мой депутат, я не могу инициировать, собрать подписи и поставить на голосование его отзыв. Или того же губернатора, которого уже, что говорит-то, нам назначают сверху, перед тем, как выбрать, назначат в РИО, потом максимально используя административный ресурс, там избирают и все. И что, народ проголосовал? Ну а вот, кстати, по поводу выборов, Азиз Альвович. Да. Ой, нет, по поводу выборов. После перерыва спрошу, нам нужно сейчас уйти на рекламу. Я напомню, это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Сейчас уйдем на рекламу, мы очень скоро вернемся. Это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Вот вы запнулись снова, да? Да, был косячок. В студии все так же Юлия Афанасьева. Про выборы Азиза Альвовича. Вот мне, знаете, очень интересно, что... Так они уже прошли же выборы. А, вы имеете предстоящие? Предстоящие, да. Предстоящие, которые ждут нас в сентябре этого года, где, ну, видимо, Игорь Владимирович будет избираться на должность губернатора. Вот любой... А тебе в кино там, я не сказала «та, сеньор», но вы не сказали «нет». То есть мы тут как бы вот с вами... Ну, хорошо. Или как, милорд. Возможно, возможно, будет избираться на должность губернатора. Любой там претендент, претендент на эту должность должен предъявить избирателю какие-то свои победы, там, позитивные результаты своей деятельности. А что предъявлять-то будет? По большому счету тут избирательная-то компания активная. Осталась зима и весна, потому что лето выпадает. Летом никого нет, все в садах, на огородах, в отпусках. Что вот за эти... Сколько там осталось? Четыре месяца? Что предъявить людям? Четыре? Февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Ну, вот июнь с июлем я уже в принципе не считаю. Все в садах в это время в земле копаются. Ну, тем лучше для действующей власти. Заботы другие у народа. Действующей власти надо вложить в умы кировчан, и жители Кировской области, ну, как она хорошо и эффективно работает. Ну, в чем вопрос? Так что предъявлять-то будут? Какие победы? Ну, я как бы, если вы меня спрашиваете, то я пока побед не вижу. Но они могут там сказать, для тех, кто не сильно разбирается, что вот мы достигли там бездефицитного бюджета. Да, бог с вами, мне кажется, бездефицитный бюджет. Ну, а за счет чего там достигнут это, например, там, неоплаты там своим контрагентам, которые что-то построили там, или уже выполнили какие-то работы, а их там труды законсервировали. И многие жители из-за этого откроются. Или там несоблюдение каких-то там, да, да, ну, из-за этого там на грани некоторые, да. Или там сокращение там социальных выплат там некоторым категориям там на 500 рублей, там или на 1000 рублей. Ну, они же это не будут объяснять, они будут говорить, вот посмотрите при предыдущем губернаторе там, вот какие были безобразия, тратили там без счета, а мы пришли, организовали, вот вам как бы... Вопрос же от подачи зависит. И потом, я знаю, как бы старушек, которым только скажи, что предыдущий там губернатор был вор и жулик, там тем более это по телевизору показали. Вот в эту кастрюлю можно, значит, лить много позитивного о себе, знаете, как, ну, все же уже, у всех уже притча в языцах, так сказать, этот анекдот-то там, ну, про три пакета там. Первый пакет уже был скрыт уже давно, даже без всяких там вопросов. Вали, все на меня. Это анекдот про двух руководителей. Один другому передает полномочия, правильно? Да, да, да. Передает и передает три пакета. Через год, значит, открывая первое, вали, все на меня. Вот, но пакет-то уже открыт, еще, код не прошел. Поэтому не знаю, что будет через полгода, а прошел, а пакет уже давно открыт. Наверное, вот сейчас пройдет, как бы еще какое-то время, наверное, в поторой пакет откроется. А он как раз должен открыться, потому что выборы же будут. И в этом пакете написано «Обещай». Вот. А я больше из побед, как бы, не знаю. Еще раз говорю, может быть, потому, что человек, как бы, тоже беда, как бы, неправильно оценил, или его неправильно проинформировали, когда назначали. Достаточно информации дали, да, то есть о том, как ситуация на территории области, какие есть люди, с кем надо там, значит, какие-то дела иметь, как вести эти дела, какие переговоры вести, кто так или иначе может повлиять на развитие там области, у кого можно больше денег попросить, у кого меньше денег попросить, да. А ситуация такая, что если ты был связан, ты получал какие-то преференции от Никиты, значит, ты, значит, подохнешь, условно говоря. Вот. Или там мы сделаем все, чтобы там, чтобы это у тебя там вышло, чтобы вернулось там и так далее. Вот. Поэтому, не знаю, я могу сказать, чего, ну, в смысле, что не очень правильно, то есть, вот, но тоже с точки зрения специалиста, как бы, по управлению, да, как, ну, могу сказать, что очень важный вопрос. То есть, неправильный подбор кадров, с моей точки зрения, не соответствующий уровням задач, которые стоят перед Кировской областью, в социально-экономических сферах, и в экономических и социальных сферах бизнеса, там, и так далее. С моей точки зрения, неправильная постановка отношений с бизнесом, независимо от того, сотрудничала она с Никитой Белых, или не сотрудничала. Да вообще, глупо ожидать было, что при действующем губернаторе Никита Белых бизнес с ним сотрудничать не будет. Точно так же, как глупо ожидать, что бизнес не будет в случае чего сотрудничать, там, с Василием, например. Ну, бизнес, наверное, в первую очередь сотрудничает с правительством, да, регионом. А кто уже там...